И снова здравствуйте! Сегодня о разнообразных капюшонах. Цельнокроенные с основным изделием. Точные выкраиваются отдельно по линиям основы для каждого конкретного изделия, а потом соединяются с ним. Если понять, что значит основные линии, то все оказывается несложно. А другие вариации капюшонов настолько разнообразны, что остается только проявлять фантазию. Расскажу о смысле основных линий и построении разных популярных вариантов капюшонов. Мерки обхвата головы нужны для построения капюшона. Полуобхват головы, высота головы сбоку, ширина открытой части лица, высота головы сзади. Последние два замера нужны для облегающего варианта капюшона. Полуобхват головы. Вокруг лба, через лобные бугры и наиболее выступающую точку затылка. Нужна половина замера. К данному замеру нужна прибавка на свободу. Высота головы сбоку. От одной до другой точки основание шеи, через голову. Также половинный замер. Плюс нужна прибавка на свободу облегания. В ряде систем замеряют от еременной впадины по кругу через верх головы над лбом. Тот образ, что будет обрамлять лицо. Внешний контур, который мы видим, смотря на человека. Ширина открытой части лица. Измерение нужно по модели. Производится оно от края до края желаемого очертания капюшона через лобные бугры над глазами. Горизонтальная линия. Например, между границами волос на висках. Нужна половина замера. Мы же используем это для выкройки на половину изделия. Все расстояние между волосами на висках примерно 1 треть от полного обхвата головы плюс 1,5 см. Попробуйте проверить на себе. Мои параметры. Обхват головы 57. Одна треть это 19 см. Плюс 1,5 см равно 20,5 см. Это и есть замер. Ширина открытой части лица. Для выкройки я возьму 10,25 см. То, насколько капюшон будет нависать сверху спереди, определяется измерением четвертым. Высота головы сзади. Замер производится от седьмого шейного позвонка вверх, через затылок, до того места в области лба, который будет границей капюшона спереди. Замер нужен в полном варианте, как любой вертикальный замер. Ну а здесь я предлагаю взглянуть кратко на порядок нанесения основных линий для создания простого базового капюшона и некоторых модельных линий. Все подписано на картинках. Надеюсь, и так будет понятно. После этого предлагаю рассмотреть подробно назначение каждой линии, ее связь с другими линиями и некоторые модельные варианты капюшонов. Эти замеры можно также использовать для контроля, когда чертится желаемая модель. И по выкройке дополнительные замеры, если в системе используется один или два, можно использовать для того, чтобы проверить, что получившаяся выкройка подходит вам по всем параметрам. Прибавки к указанным меркам рекомендуются следующие. Для минимального капюшона, чтобы хоть как-то без натяжки ткани двигать головой 3-5 см к ширине и к высоте. Большая прибавка нужна для капюшона, излишняя высота которого внизу опустится складкой. 5-7 см для полуобхвата головы, 8-12 см для высоты головы сбоку. Конечно, нужны прибавки на толщину материала, когда это весомые ткани, капюшоны из нескольких плотных слоев. Например, футер трехнитка с начесом в два слоя, утепляющие слои, если они есть для верхней одежды. И можно еще не забыть учесть головные уборы, если предполагается с ними носить капюшон. Тут можно схитрить и сразу замеры производить в них. Капюшоны бывают разных форм, более свободные и вполне облегающие голову. Формы верхней части на макушке также разнообразны, об этом позже. Сначала о базовом варианте, из которого можно строить любые другие. Самый простой капюшон любой свободы состоит из двух половинок, соединенных вертикальным швом. По своей сути, капюшон это прямоугольник. Начертив обычный прямоугольник, вертикально расположенный, вы уже получили выкройку капюшона. Это не шутка. Другие все линии, они нужны больше для дизайна и комфорта. Вертикаль это высота головы с прибавкой, ширина, обхват головы по ширине с прибавкой по модели. Нижняя линия должна быть соединена с горловиной изделия, так что либо равна ей, либо больше, включая возможные выточки, складки. Если, конечно, капюшон не доходит по полной окружности горловины линиями друг до друга, то, конечно, можно меньше использовать параметр. Верхняя линия шире горловины, так что в этом месте вертикаль отклоняется в сторону от прямоугольника. Линии основания горловины на разном уровне в самом изделии, потому нижняя линия капюшона расположена под углом. Край у лица ниже края по центру спинки. Это схематичное назначение линий. Далее подробности. Также настоятельно рекомендую сделать схематичный макет из бумаги в миниатюре. Сложить по линиям, как он должен быть втачен в изделие. Тогда становится понятнее, за что отвечают какие линии, под какими углами они проходят. Воображение объемное. Разве это далеко не у всех. А линии на чертеже не совсем правильно зрительно передают информацию. Не везде вертикальная линия, это только вертикальный замер в высоту. Это также может отвечать за ширину. Построение базового капюшона. Обычно форма капюшона спереди, анфас, имеет заостренный кверху, клиновидный образ. Он отстает от головы, так как голова сверху имеет плоскость, к которой он не примыкает. Он может быть как со спуском на лоб, так и без него. Для его построения есть два варианта. Совсем по форме гребешка. И с некоторым приданием формы на макушке. Смягченный вариант. Итак, самый простой вариант. Тем, кто понимает, как строятся воротники, проще понять построение нижней линии. Подробнее об этом позже. В простом варианте капюшон нижней линии повторяет линию горловины спинки, если сложить их лицом к лицу. Линия горловины полочки переда имеет противоположный рельеф или такой же. От этого зависит лишь, как капюшон будет примыкать к шее спереди. Например, у воротников плосколежащих линия стачивания повторяет линию горловины. Когда изделия складываем с воротником лицом к лицу. Когда разворачиваем, они выглядят противоположным образом. Две дуги. Одна идет вверх, другая вниз. Выгнатость. Потому и простой капюшон опускается на плечи без образования стойки в основании, если есть излишняя длина с такой линией. Длина втачивания капюшона равна длине линии горловины полочки плюс спинки. Для выкройки, конечно же, используем в половинном размере. Также, если предусмотрена выточка, надо и ее ширину прибавить. Так как центр спинки выше центра горловины полочки в изделии, то и край нижней линии для спинки выше другого края линии для совмещения с центром полочки. Для того, чтобы узнать, насколько один край линии горловины капюшона выше другого, надо наложить выкройку полочки на спинку, совместив точку основания шеи, как предполагается стачивать, и замерить разницу линий основания горловины. Разница между двумя параллельными линиями. В базовом варианте в среднем это около 4 см, но у каждого, естественно, свои замеры. Если горловина расширена, углублена, может быть больше. Затылок выдается наружу от седьмого шейного позвонка. Таково строение черепа. По прямой до макушки расстояние одно, а замер по телу под углом и длиннее. Чертеж строится от прямого угла по прямой, потому замер меньший. Не позволит для прилегающего капюшона оформить линию, схожую с телом. Для этого надо начало капюшона отложить не у седьмого шейного позвонка на крайней левой линии, а отступить внутрь чертежа. То есть, надо постараться повторить контуры затылка. Если это не совсем огромный капюшон, то безформенный, где это не важно. Там можно и схематически строить, как говорила в начале. От вертикали нужно отступить один сантиметр для легких изделий и полтора для верхней одежды. Это примерно для стандартных изделий. Чем изделие шире, менее прилегающий капюшон, тем меньше это расстояние. Меньше указанного даже. Если нужна выточка для лучшего прилегания линии основания к шее сбоку, корректно располагать ее на уровне плечевого шва, совмещая в одну линию выточку капюшона и плечевой шов изделия. В верхней одежде можно отвести намеренно в сторону, чтобы не утолщать это место всеми слоями стыка. Потому от крайней левой точки на линии отложить длину горловины спинки, выточку, шириной 2-3 см, вполне достаточно для некоторого оформления объема. Высотой выточку использую где-то 10-14 см. Далее длину горловины переда. Все это, конечно, половина для выкройки. И перед, и спинка. Выточка, как указала. Общую линию, равную длине всей горловины и выточки, отложить на линию на 4 см ниже левого края линии. Все еще речь о половинных замерах. Так как выкройка на половину изделия строится. Если выточка находится на месте плечевого шва, то от точки середины выточки откладывается вверх расстояние с прибавкой на комфорт и образ. Высота головы сбоку. Надо понимать, что верхняя сторона частично загнется в сторону макушки. Именно эта длина с прибавкой от макушки до точки основания шеи даст свободу вокруг лица и головы. В общем, которая принято рассматривать как ширину капюшона. Если ткань достаточно формодержащая. Либо, если ткань очень мягкая, она ниже лица образует напуск. Как замеряли, так и отложили. Вверху, влево и вправо от этой линии откладывается желаемая ширина капюшона. Внизу, влево от выточки откладывается длина горловины спинки и расстояние до вертикали от седьмого шейного позвонка. Вправо, от правой стороны выточки откладывается длина горловины полочки. Вверх от этих новых точек возводят вертикали. Их соединяют прямой линией. Либо от правой точки вверх проводится вспомогательная прямая, замеренная от еременной точки, которая теоретически определяет ширину капюшона. Проверить, надо ли продлить вправо линию и насколько можно по замеру ширина открытой части лица. Половина для выкройки. Если капюшон запланирован длиннее, например, от ветра, если замер от еременной впадины наиболее важен и он длиннее получившийся от точки основания шеи высоты с прибавкой, в таком случае надо его отложить в сторону, потому что в сторону будет длиннее диагональ. И горизонталь верхнюю соединять с данной точкой. Длиннее в сторону закрытия лица. От затылка в сторону лица и дальше. Линию надо продлить дальше. На чертеже это линия ширины горизонтальная. от левого верхнего угла по бисектрисе на расстоянии около 5 см ставится вспомогательная точка макушки. Точно использую для бисектрисы не транспортир, а на углах ставлю точку 3 см, соединяю вспомогательной линией. Она всегда равна получается при 3 см. Для равностороннего треугольника 4,2 см. Соответственно середина это 2,1 см. Поэтому отложив 3,3 см. Нарисовав вспомогательную линию отмеряю 2,1 см. И уже есть бисектриса для того, чтобы не запоминать. На ней уже откладываю нужную длину. Например здесь 5 см. Я запомнила данный замер. Всегда удобно им пользоваться. Далее через левую нижнюю точку к левой вертикали проводится плавная изогнутая линия. Продолжается округлая через макушечную линию. Далее касаясь верхней горизонтали. Голова спереди имеет наклон относительно макушки. Потому и линию стоит занизить к правой вертикали. Если строить прямой линией будет эффект вечно спадающего платка. Спуск линий целесообразнее делать уже в конце этой линии когда будет понятна окончательная длина по модели чтобы не занизить чрезмерно. Общая длина линии по желанию в модели. Но не менее замера от 7-го шейного позвонка до лба с припуском на свободу. Линия верха капюшона может выходить за правую вспомогательную линию. Далее крайнюю правую верхнюю точку надо соединить прямой или вогнутой в сторону капюшона линией. Прогиб осуществляется посередине линии. Для того чтобы две половинки капюшона при стачивании центра вверху над лицом имели ровную линию правый верхний угол капюшона должен иметь 90 градусов каждая половинка выкройки. Так, если линия спущена вниз и угол тупой с верхней линии, надо ее продлить вперед пока не получится 90 градусов либо поиграть с черчением вогнутой линии, либо совместить вместе оба этих момента длина и угол наклона вогнутости линии. Линия воротника в виде застежки, крепления к борту и прочее строится по модели. Надо помнить, что шея и спина в относительно одной линии находятся по вертикали, в то время как грудная клетка и шея под достаточным углом друг к другу. Потому и линия переда капюшона может строиться под разными углами, в зависимости от того, насколько углублена расширена горловина, насколько прилегающей предполагается область застежки к шее лицу, насколько перекрещиваются передние части капюшона в области подбородка. Можно также двумя способами оформить макушку. Для чего? Когда линия шва центральная будет образована стачивая наклоненных друг к другу половинок, расстояние между крайними точками уменьшится. Ткань угла закругления окажется излишней. Там образуется складка. Даже скруглено в варианте. Но там образуется угол пристачивания двух половинок. Для того, чтобы над макушкой не торчал ненужный угловатый надпуск, делается выточка. Основных форм изъятия лишней ткани две. Это угол и выточка. Главное, контрольная длина верхнего шва должна быть не меньше запланированной после введения данного элемента кроя. Первое, это выточка. Здесь не надо придавать плоскость, потому сутюжка не нужна и длина выточки не зависит от ширины. Таким образом, при половине раствора выточки в обе стороны от центра 2-3 см, всего 4-6 см. для верхней одежды 3-5 см, для легкой одежды полная ширина, длина достаточно 5-6 см. При выпуклых линиях снизится точка макушки, но останется округлость. Не забыть короткую сторону уравнять до длинной. Второе, можно по центру сделать выемку квадратом, длиной, как выточка, но стороны расходятся под прямым углом в верхней линии. Длина по центру у квадрата диагональ, как выточка, но вертикальные и горизонтальные стороны расходятся под прямым углом к верхней линии, к тому закруглению, которое чертили. Если объем малый у капюшона, лучше использовать выточку. Если достаточно свободный, можно использовать второй вариант. По сути, мы, если вы когда-нибудь пробовали сложить из бумаги какую-то коробку, это тоже самое. Капюшон с полосой посередине. На основе капюшона, отсекая параллельно в верхней линии полоску шириной нескольких сантиметров, создается основная часть. Полоска отсекается, остается основная часть. Выточка не используется, она совмещается с рельефом приточной полоски. То есть, отсекается параллельно центру полоса изогнутая, а выкраивается широкая прямая полоса. Левая и правая части выкройки симметричны, а полоса одна общая на две части. Центральная полоса это ровно-вертикальная полоска, перегнутая пополам, потому она прямая. Строится ровной линией. Трапециевидно, с широким основанием лба, либо с равными основаниями, но с расширением по центру, симметрично для верха низа. Надо понимать, что чертят трапециевидную полоску с центром, равным изначальной верхней линии. Боковая сторона диагональ получается длиннее, в то время, как линия на капюшоне на данной ширине отсечения наоборот укорачивается. Таким образом, получается излишек полосы, который надо припосаживать. Капюшон в горизонтали имеет ровную длинную линию, так же, как и полоса. В вертикали у капюшона тоже ровная длинная полоса. Чтобы не было складок и перекосов, припосадка вся приходится на макушку. Там получается опять-таки объем. Лучше чертить прямоугольник до предполагаемой выточки в шве. Тогда верхняя горизонтальная часть будет с равными сторонами. Параллельность и равность на закруглении пройдет ровно. Просто как плоскость. Будет две плоскости вертикальную капюшон, это боковые стороны, и плоскость верхняя от лба к макушке и вниз. Нижнюю часть от закругления чуть-чуть заузить. Нарисовать вторую часть выточки на полосе. Это удлинит и сравняет со стороной выточки полоску. В центре нижней части выйти на прямой угол. Рассмотрите данный рисунок и проанализируйте. Не все так как выглядит. Сзади внизу полное примыкание к шее. Полоска не дает объема и подъема в центре. Лежа ровно. Планка отворот чертится дополнительно параллельно переду полосой. Передняя линия у лица строится прямой линией. При необходимости дополнительной длины эта линия для сбора на кулиску можно конически развести капюшон с центром выточек на левой вертикали. Растворы выточек расположены на линии у лица. Можно часть капюшона, которая идет на затылок не использовать в разведении, чтобы весь объем был только в боковой стороне капюшона. Желательно при небольшом объеме удлинить капюшон в области примерно от верха до высоты в районе вершины выточки от плеча. от верха капюшона до того момента, когда начинается выточка. Тогда можно образовать напуск собранной кулисы из запасной части, а не стягивать основную часть капюшона. Можно нарисовать планку с сужением верхней части у лба. Делается меньше наклон основной части. Тем самым сохраняется общий наклон. Линия над лбом получается чуть более округлой, чем при прямой верхней полоске. Капюшоны как продолжение основы в виде лацканов цельнокроенные. По передней части строятся капюшоны вертикалью продолжения борта вверх. Это и является правой вертикальной линией капюшона. Можно эту линию отвести от центра полочки в сторону, создавая у горла складки объемность. Также можно строить капюшон к продолжению полочки одной деталью до линии выточки от плечевого шва на границе с линией горловины спинки. Существуют и другие вариации капюшонов, решающие задачи объемности закрытия горла формы, лежащие на спине. Когда-то были модными капюшоны простой формы, самый простой, но в центральном шве была молния, что позволяло расстегивать ее и на спине капюшон лежал абсолютно плоскими двумя частями, как крылышки. Можно отсекать не центральную полосу вдоль всей вертикали капюшона, а от макушки вверху центральную округлую часть, соединяя от макушки вниз две части, как в простом варианте, но центральная верхняя округлая часть создаст необходимый объем. Лежать такой капюшон на плечах будет компактно, не выворачиваясь снаружи. Для этого выточку макушки переносит ниже, не к центру квадрата вспомогательного, а к вертикальной линии на затылок. Для того, чтобы сформировать более округлую линию переда, добавляют выточку на правую вертикаль у лица, когда капюшон получается не овальной формы, а все стороны более округлые, более прилегающие к лицу. Очень хорошо для зимних капюшонов от ветра. Если изделие не разрезное спереди, горловина должна позволять пройти к голове, для чего надо ее расширить от базового изделия. Соответственно, и линия притачивания капюшона будет больше, он сам в нижней части свободнее. Для прилегания к шее можно делать дополнительные выточки, но не заузить излишне. Для изделий с застежками, перекрывающими друг другу и заходящими на лицо, надо внимательно продумать вертикальную линию центра переда. Грудная клетка к шее расположена под углом, потому и линия полочки находится под углом к капюшону. Линию борта можно просто продолжить, но без достаточного расширения горловины, когда центр переда находится за линией выступающей точки подбородка, продолжение изначального направления борта может заузить капюшон спереди, потому линию центра переда капюшона можно провести под углом к линии борта изделия, в сторону от самого изделия, то есть надо увеличить ширину. Предлагаю проанализировать, почему линия горловины переда строится вогнутой или выгнутой линией. Если от спинки идет вся линия основания капюшона в выгнутой линии вверх, то по эффекту валана, когда более верхний от центра круга шире, более верхние участки шире, еще зависит от прибалок на свободу, но он будет мягче, свободнее. Если горловину спинки линии, то вверх меньше ткани расположено. Также играет роль прибавка к высоте, но для одних и тех же параметров сравниваемых капюшонов это место, идущее к лицу над лбом будет уже. Меньше ткани, значит будет ближе к шее, натяжка будет больше. Для модели шлем, когда есть застежки, накрывающие друг друга и имеющие стойку высоту, надо линию горловины от середины продолжить на ширину борта. К линии восстановить перпендикуляр высотой нужной стойки. От центра стойки такой же высоты перпендикуляр соединен параллельной линией с внешним перпендикуляром. Обычно центр горловины переда находится под прямым углом к центральной середине переда вертикали. Так что продолжение отведения линии вниз под наклоном. При втачивании позволит верхней линии быть длиннее и расширить место под подбородок шарф. Капюшон внахлёст не отличается строением от предыдущего только строится для неразрезного переда. Главное как строится нижняя линия втачивания. По сути идет отзеркаливание второй части линии горловины после центра. Насколько нужен перехлёст какой высоты по модели он может сходить на нет к концу самый популярный вариант или быть определенной высоты. Если нужен перехлёст более длинный линию лучше после середины перенаправить вверх. Но нужно понимать что любая прямая линия это натяжка потому надо измерить желаемую длину и ее откладывать. Также не должно быть натяжки от области одного уха далее под подбородком. Для отсутствия натяжки не только края а самой закрывающей планки ширины надо именно линию удлинить если длина получается примерно как по телу замер лучше край втачивания уголок направить ниже тогда при втачивании в горловину ослабится натяжение так как на то же расстояние по телу будет больше расстояния ткани появится слабина по сути идет отзеркаливание второй части линии горловины после центра для свободного и очень широкого спереди капюшона как накидка внешнюю линию у лица надо удлинить так как перпендикуляр верхней линии не стоит менять то можно удлинить вниз так как длину горловины не стоит менять если не нужны складки то остается увеличить наклон нижней линии капюшона если и этого недостаточно остается произвести коническое расширение на нужное расстояние количество расширений и их ширина по желанию чем больше количество расширений тем равномернее будет линия целенокроенный с бортом капюшон он может быть разных параметров это может быть шлем с застежками это может быть вариант ближе к стилю пальто раскрытыми в сторону лацканами переходящими в широкие борта капюшона если посмотреть на последний вариант рассуждая логически линия борта ровная с линией капюшона одно перетекает в другое известно в половинном размере горловина полочки спинки высота капюшона строится линия борта под нужным углом либо прямой борт когда нет распашных бортов но нужно быть уверенными что высота будет достаточно для комфорта чтобы в отогнутом состоянии иметь ширину лацкана линия борта продлевается вверх от линии точки основания шеи откладывается высота головы направо под прямым углом откладывается ширина вниз на другом конце линии откладывается центр спинки с учетом разницы высоты горловины по полочке и спинки также формируется прогиб у седьмого шейного позвонка и вогнутой линии по спинке выточка благодарю за просмотр надеюсь было полезно и вы смогли разобраться в этом кажущемся на первый взгляд сложном вопросе вопросы и обсуждения можно писать в комментариях под этим роликом и во вкладке сообщества отдельное спасибо тем кто подписывается и ставит одобрение с соответствующей кнопочкой до новых встреч до новых встреч до новых встреч